В Калининграде мать выронила грудного ребенка, девочка погибла. Масло, рис и овощи, ценные на продукты, в Калининграде растут с каждым днем. Что будут есть горожане в 2015-м? Купание в ледяной воде и очереди возле храмов. Как калининградцы встретили один из самых главных православных праздников – Крещение. Здравствуйте! Вы смотрите службу новостей «Город» в студии Екатерина Грившинская и главная тема дня. Смерть по неосторожности или жестокое обращение с ребенком? Ответ на этот вопрос теперь ищут следователи. Сегодня днем все интернет-сми обсуждали трагическое событие. Мать уронила 7-месячную дочку на пол. Девочка выскользнула из рук и ударилась головой. Ребенок погиб. Мария Калинина продолжит тему. По данным Следственного комитета, 30-летняя жительница нашего города собиралась из дома на свою ежедневную прогулку с дочерью. Пока молодая мама одевала ребенка, тот упал прямо из ее рук на пол. Сейчас по факту произошедшего, следственным отделом по Ленинградскому району регионального управления Следственного комитета проводится доследственная проверка для решения вопроса о необходимости возбуждения уголовного дела. Также известно, что женщина прибыла в Калининград из Таджикистана в ноябре и получила по месту жительства регистрацию. В интернете есть информация, что семья проживает вот здесь, на улице Гагарина. Но в каком конкретно доме нам выяснить так и не удалось, поэтому лично поговорить с семьей мы не смогли. Известно, что женщина сама позвонила в скорую помощь, но когда приехали медицинские работники, ребенок уже был мертв. Для выяснения точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие продолжается. Мария Калинина, Михаил Эльбаум, служба новостей «Город». Теперь к другим темам. На 30% с начала года подорожала гречневая крупа, яйца и некоторые овощи. Цены взлетели на сливочное масло с разными на 20 рублей и на рис. Местные власти не в силах самостоятельно сдерживать этот процесс, поэтому обратились за помощью к федералам с просьбой зафиксировать цены на некоторые продукты. Мой коллега Кирилл Попов внимательно изучил все ценники в магазинах, прошлогодние и нынешние, и сделал выводы. Что будем кушать в 2015-м и за что еще придется платить в три дорога, смотрите в нашем следующем сюжете. Стипендий в 2000 рублей хватает на полмесяца. Студент БФУ имениканта Денис Ганиман уже не удивляется очередному повышению цен. Экономить он привык, ведь живет в общежитии. Но то, что вслед за гречкой начал дорожать рис, молодого человека удручает. Ведь крупы – основная пища студентов. Мы же народ ленивый студенты. Хочется побыстрее, поэтому иногда покупаем в пакетах, а не вот такую вот. И раньше нас стоило рублей 20, там 30, а сейчас 60. Ну, то есть в два раза. Деваться некуда, говорит молодой человек. Приходится подрабатывать. Редкие походы в кафе и мясо на столе как роскошь. Таковы реалии иногородних учащихся. Покупать приходится только самое необходимое. Хлеб, молоко, яйца. Фрукты только раз в неделю. Будущий филолог считает, что сейчас студентам приходится работать только для того, чтобы себя прокормить. Подрабатываю репетитором. Но этого хватает на пару дней, в принципе. Одного занятия с ребенком. К родителям буду стараться не обращаться, но они сами все понимают, поэтому буду поддерживать. Помочь калининградцам решили и местные власти. Они обратились в Минэкономразвитие с просьбой установить фиксированные цены на некоторые продукты. А Николай Цуканов поручил профильным министерствам тщательно мониторить оптовые и розничные цены. Наша задача использовать все федеральные и региональные механизмы, чтобы не допустить ускоренного роста цен на продукты питания. Так, например, в январе картофель подорожал на 7 рублей, а белокочанная капуста почти на 12. Резко возросла стоимость огурцов и томатов. Но по сравнению с декабрем, самую значительную прибавку в цене получили сливочное масло и упаковка риса – более 20 рублей. По словам экономистов, стоимость российских товаров повышается в связи с тем, что производители используют импортное сырье. А неповышение цен перед Новым годом являлось своеобразным подарком от торговых сетей. Однако, по прогнозам, в следующие два месяца ценники обновятся снова. Попытка зафиксировать цены в условиях недостаточного предложения приведет к тому, что товар будет исчезать. Когда равновесие в ценах догонит равновесие в курсе валюты, тогда стоит ожидать фиксирования цен. Пока этого не произошло, об этом говорить рано. Ну а если в Калининграде изменение цен в большую сторону стало делом привычным, то вот в России в некоторых городах к такой проблеме пришли только-только. Так, например, в Казани помидоры стоят почти 300 рублей, а за отдельные сорта сыра можно заплатить больше, чем за мясо. На несколько месяцев отстает от Калининграда и Нижний Новгород. Там только сейчас начали обсуждать непомерно высокие цены на гречку и возможное подорожание хлеба. Однако, как выходить из сложившейся ситуации, ответ они придумали ни у них, ни у нас. Кирилл Попов, Максим Кириченко, Служба новостей Город. Калининград. Православный мир вчера отметил крещение. Около 8 тысяч человек в этот день пришли к местам купания и окунулись в холодную воду. Всего в области было организовано около 10 купелей, а порядок охраняло около сотни сотрудников МЧС. К слову, отмечу, что происшествий на воде зафиксировано не было. Ольга Захарова побывала этой ночью на озеро Пилавское и готова рассказать, как калининградцы отметили один из главных православных праздников. Колокольным звоном и купаниями в ледяной воде встречал православный Калининград «Крещенскую ночь». Специально для купания оборудовали Пилавское озеро в поселке Александра Космодемьянского. Лед еще не встал, поэтому купались прямо в озере. Готовились к погружению и согревались на берегу в специально оборудованных шатрах. Купания на городских водоемах начались с водосвятного молебна. Лед на озере еще не встал, но подморозило крепко. Крещенские морозы пришли как раз вовремя. На берегу минус 6, в воде 2 градуса. Невзирая на мороз, окунались, крестились, улыбались, радовались, что наконец решились. Расскажи, как ощущения от купания? Хорошо. Первый раз купался? Да, первый раз. Понравилось? Да. А вам как? Отлично. Первый раз. Еще пойдете? Конечно. Мне так хорошо, спасибо. Для работы хорошо, спасибо. Бодрячком, хорошее настроение и ни разу не болел. Веселье для народа – большая работа для спасательных служб. С начала купания обследовали дно, подготовили спасательные шлюпки. Купающимся помогают подняться на берег. Ведь находиться в ледяной воде можно не более пяти минут. А некоторым и вовсе пришлось ждать на берегу. Сердечникам, людям, которые болеют астмой, конечно, нежелательно принимать такие ванны. Многие приходят с детьми. Ни в коем случае нельзя в этой ситуации оставлять детей без присмотра. В эту ночь купания прошли не только на озерах, но и в храмах, в специально оборудованных купелях. Одна из них в храме преподобного Сергия Радонежского. В надежде запастись здоровьем на целый год, окунались по традиции трижды. Когда мы приходим в храм, мы молимся и набираем себе воду, берем ее домой. Но кроме этого есть народная традиция, добрая традиция. И мы стараемся ее каждый год поддерживать, купаться в купеле. Если кто-то не может или пока боится, греха в этом нет, ничего страшного. Но если кто-то эту народную традицию соблюдает, молодец. Запастись силами и здоровьем можно было и не купаясь. В храмах области прошел великий чин освящения воды. С бутылками от литра до пяти в церкви приходили все, кто верит. Святая вода поможет в лечении различных недугов. У нас температура была большая, врачи были бессильные. Святая водичка нас очень спасла. Мы с Украины. Приехали вот здесь же к сестре. И первый раз в Калининграде набираем церковь, пришли набирать водичку. Детей лечим всегда. И окропляем, и поем. И сами умываемся. Купания закончились поздно ночью, но православные верят, что крещенская вода остается таковой с момента своего освящения и год, и два, и более, пока не сякнут ее запасы дома. Ольга Захарова, Михаил Эльбаум, Служба новостей, Город. Смотрите во второй части нашего выпуска после небольшой рекламы. Доигрались. В Калининграде торговцам курительных смесей вынесли приговор. На пенсию с рождения Министерство труда предложило россиянам новое условие. Вместо снега пение птиц. Жители города продолжают радовать не зимняя, а весенняя погода. Все это через пару минут. Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Вы смотрите Служба новостей, Город, и мы продолжаем. Утром в понедельник на трассе Калининград-Балтийск перевернулся микроавтобус. У поворота к поселку Люблино Мерседес неожиданно вредался в дерево и опрокинулся в кювет. Водитель доставлен в больницу. По предварительным данным, 32-летний калининградец был пьян. Подробнее об этом не только в нашей постоянной рубрике «Место происшествия». Спонсор рубрики «Место происшествия» – охранное предприятие «Юрка». Безопасность – это реально. Субботу утром на трассе Калининград-Балтийск «Вольво» сбил пешехода. 39-летний водитель ехал со стороны поселка Взморье в город. На пешеходном переходе мужчина не заметил 19-летнего молодого человека и сбил его. В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте. Полицейские проверили водителя на состояние опьянения. Мужчина был трезв. Проверка продолжается. В центре Калининграда прошел очередной рейд по проверке гостей региона. Кто-то из иностранцев добровольно сдавался в руки полиции, но нашлись и тем, за кем пришлось изрядно погоняться. Но уйти от бойцов ОМОН – не такая уж простая задача. Даже для представителей степных народов. Ничего не понимаю, просто так решил пробежаться. Этого мужчину пришлось везти в автобус под белые рученьки, где его ожидали еще полторы сотни соотечественников. Всех приезжих доставили в отдел, где проверили на причастность к преступлениям. Вашка свай. А вы его любите на свай? Так я не знал, что это запрещено. Я неделю назад приехал. Он нравится на свай вам? Да. А что он? Хорошая вещь? Нет. Нет? Нехорошая. Нехорошая? А чем нехорошая? Зависимость плохая. Зависимость, да? Да. По итогам рейда 28 иностранцев получили административные штрафы за различные нарушения миграционного законодательства. А одному из счастливчиков даже повезло выиграть билет на родину. В Калининграде торговцам курительных смесей вынесен приговор. Наркополицейские задержали двух участников преступной группы в апреле прошлого года. Тогда в ходе спецоперации было изъято более пяти килограммов наркотиков. Дилеры организовали торговлю наркотиками через интернет. А чтобы расширить круг своих клиентов, они даже предлагали потенциальным покупателям бесплатные пробники. Организатор криминального бизнеса сам употреблял наркотики, что не мешало ему работать водителем такси. Что это за порошок? Это концентрат, из которого делают спайс. По словам второго участника преступной группы, он сам долгое время не знал, чем именно он занимается в гараже. Просто выполнял команды своего товарища. Предложили типа поработать, перебрать шалфей-ромашку. И ты поверил, да? Да, я поверил, но потом, когда уже понял, что это не шалфей-ромашка, было уже поздно. Для обмана клиентов наркоторговцы при изготовлении спайсов использовали лекарственные травы. Тот факт, что в состав курительной смеси входит, например, ромашка, позволял думать начинающему потребителю наркотиков то, что спайс практически безвредный продукт. Наркодилеры организовали торговлю наркотиками через интернет, предварительно расклеив объявления по городу с предложениями об их продаже. Чтобы расширить круг своих клиентов, они даже предлагали потенциальным покупателям бесплатные пробники запрещенного товара. Наркоторговцы соблюдали строжайшие меры конспирации. Все детали сделок они обсуждали через социальные сети, не встречаясь лично с покупателями. В ходе обыска в гараже и квартиры, принадлежащим участникам криминального бизнеса, оперативники изъяли 800 граммов синтетического наркотика и более 4 килограммов курительных смесей. Организатора преступной группы суд приговорил к 12 годам лишения свободы. Его сообщника – к 7. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима. Екатерина Степанова, служба новостей «Город». Калининградцев станут отправлять на пенсии с рождения. Часть нашей Балтики будет отстаивать колумбиец. Коротко об этих и других новостях далее. Партнер рубрики короткой строкой – компания «Ваш ломбард». Внимание, инвесторы! Инвестиции с высоким стабильным доходом. «Ваш ломбард» в Калининграде. Звоним 525-929. Еще две калининградские улицы стали односторонними. С 19 января схема движения изменилась на Омской и младшего лейтенанта Радко. Автоинспекторы просят калининградцев обращать внимание на новые знаки. На пенсию с рождения Министерство труда предложило россиянам открывать индивидуальный лицевой счет, он же пенсионный, с первых дней жизни. Отметим, сейчас его можно оформить только по заявлению и, как правило, при устройстве на первую работу. Детская школа искусств из Гусева – одна из лучших в стране. Учебное заведение стало лауреатом конкурса «100 лучших школ России». По мнению экспертов, она представила наиболее успешную концепцию развития. Исследовательское судно «Балтфлота» «Адмирал Владимирский» отправится в Антарктиду. Старт экспедиции запланирован на ноябрь 2015 года, а полученные материалы моряки планируют использовать для разработки кораблей нового ледового класса. Напомним, в минувшие выходные «Адмирал Владимирский» вернулся в Кронштадт после пятимесячного кругосветного плавания. Состав «Калининградской Балтики» пополнит колумбиец. Футбольный клуб намерен подписать контракт с 21-летним защитником из Сарагосы. И в ближайшее время устроит его смотрины. До этого Иван Дарио Мена Мурила выступал за сборную команды Колумбии. Место снега на деревьях «Почки» жителей города продолжает радовать не зимняя, а весенняя погода. И по заверениям синоптиков, в ближайшие дни морозов в нашей области не ожидается. На этой неделе синоптики обещают, погода будет теплой и дождливой. Сегодня ночью ожидает плюс один. Во вторник, среду и четверг ночью похолодает до минус трех. Но уже к пятнице температура воздуха поднимется до пяти градусов. Благодаря циклонам атлантическим сохранится повышенный температурный фон. То есть морозов мы сильных тоже на этой неделе не ожидаем. Сохранится такая же мягкая теплая погода. Плюс один, плюс пять ночью и до двух-шести днем с плюсом температуры. Единственное, что с середины недели немного опустится температура до отрицательных значений. Также всем калининградцам стоит смотреть под ноги и быть внимательными на дорогах. Так как всю неделю ожидаются небольшие осадки, из-за чего возможен гололед. Днем воздух и вовсе прогреется до плюс четырех. Тем временем одни калининградцы распродают закупленную во время декабрьской паники бытовую технику. Другие в прямом смысле слова разбрасываются красной икрой. Эфир продолжит подборка фото и видео из социальных сетей. Налетаем и покупаем. Калининградец Сергей продает через контакт совершенно новый телевизор. Ведь покупался он, чтобы не пропали деньги. Упаковка имеется, торг тоже вместе. Икру надо? Предыдущему хозяину, похоже, нет. Такие фото в своем фейсбуке выложила калининградка Ольга Захарова. Губернаторские купания, или как в Гусеве, отмечали крещение. В храме успения Пресвятой Богородицы прошла торжественная служба и освещение воды. Одним из первых, судя по сводкам в инстаграме, в прорубь унулся Николай Цуканов. Вот такая лужа, как говорится, по уши набирает лайки на ютюбе. Как признался автор видео, прохожие не удивляются. На улице Петрозаводской после обильных осадков и не такое бывает. Другие фото и интересные видео с хэштегом «Одингородской канал» вы можете найти в инстаграме, в нашей группе ВКонтакте и в поездоке. А теперь пришло время и вам поделиться своими хорошими новостями. Спонсор рубрики «Хорошие новости» компания Кёник Дорс. Ищите новую дверь? Сэкономьте время. Только в январе скидки до 50% на межкомнатные и входные двери компании Кёник Дорс. Богатый выбор цвета. Смелый или классический дизайн? Раздвижной дверной короб, скрытые петли, магнитный замок, Кёник Дорс, польское качество и европейская эстетика. Приходи! Нарвская 8А. У нас экзамен! Очень веселый экзамен. Я второй день в Калининграде, мне здесь все очень нравится. Я в отпуске. Всем родным, если видите, привет. Классный город. Сходили в магазин, посмотрели новые коллекционные здания Assassin's Creed Unity. И как-то весело на душе. Погода радует, как всегда, да. Мне нравится такая погода. Дети не болеют, внуки растут. Вот все хорошие новости. Все хорошо в новом году. Ходим в школу. Прошли православный праздник Крещения. Встретили праздник. С удовольствием бы присоединилась к тем людям, которые набираются храбрости и окунаются в крещенскую воду. И завершает наш выпуск по традиции прогноз погоды на завтра. Сегодня вас с ним познакомит моя коллега Мария Калинина. Спонсор прогноза погоды компания «Оконный континент». «Оконный континент» поздравляет своих клиентов и партнеров с новогодними праздниками и дарит скидку до 20%. Экономия, однако! Оформи новогодний заказ на окна трутокс по телефону 77 99 88. Завтра, 20 января, по народному календарю День Иоанна Крестителя. На Руси в этот день утром натощак было принято выпить крещенской воды. Так запасались здоровьем на весь год. Кстати, Иоанн был последним пророком, который предсказал приход Иисуса Христа. Завтра синоптики обещают 1 градус мороза. Пасмурно, но без осадков. Скорость ветра до 3 метров в секунду. Давление 762 миллиметра штутного столба. Ночью температура воздуха опустится до минус 4 градусов. Ветер не изменится, но обещают переменную облачность. Благодарю за внимание. Ну а теперь к новостям финансовым. Наш аналитик Борис Аблынин расскажет, как обстоят дела на мировых финансовых рынках. И посоветует, как правильно в этой кризисной ситуации поступить со своими сбережениями. Эфир продолжает рубрика «Страна Совета». Добрый день. В первом квартале текущего года мы ожидаем дальнейшее снижение цены евро относительно американского доллара. Ввиду напряженной геополитической ситуации, экономическое развитие Евросоюза существенно замедлилось. А у государственного аппарата любой страны есть немного способов ускорения экономического роста. Первый – это привлечение иностранных инвестиций. По последним данным, платежного баланса еврозоны только за сентябрь 2014 года из европейской экономики было выведено порядка 80 миллиардов евро по прямым и портфельным инвестициям. Соответственно, министрам европейских государств данный способ стимулирования вряд ли удастся реализовать для поддержки европейской экономики. Второй способ – это вливание денежных средств в экономику со стороны центральных банков. Однако темпы такого стимулирования ведущих европейских государств на данный момент существенно ниже по сравнению, например, с Китаем, Японией или Соединенными Штатами. Третий способ – это девальвирование валюты. И, скорее всего, только существенная девальвация евро поможет выровнять торговый баланс еврозоны и несколько ускорить темпы экономического роста. А девальвация валюты – это не что иное, как удешевление. Соответственно, в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего падения стоимости европейской валюты относительно доллара США до цены $1.15 за евро или ниже. Сложная экономическая ситуация в Европе неизбежно сказывается и на котировках российского рубля. Темпы удешевления российской валюты против евро ощутимо более замедленные по сравнению с американским долларом. Так, например, 1 декабря 2014 года на биржевых площадках евро стоил в районе 65 рублей, $52 рубля. А разница цен составляла 25%. К 16 января текущего года цена по обеим иностранным валютам, конечно, выросла. И по евро составила уже 78 рублей, по доллару – 66. А вот разница в цене за евро и доллар в рублевом эквиваленте существенно сократилась и составила уже 18%. То есть доллар по своей стоимости приближается к цене евро. Соответственно, более привлекательным активом для сохранения своих сбережений на данный момент является доллар США. Не менее привлекательными для вложений выглядят и драгоценные металлы. После того, как 15 января Национальный банк Швейцарии отказался от фиксированного курса франка в отношении вообще европейской валюты и понизил ключевую ставку до минус 0,75%, еще больше инвесторов обратило внимание на исторически безопасный актив – золото. Только 15 января всего за три часа стоимость одной тройской унции выросла на 33 доллара до отметки в 1260. Надо отметить, что в последнем квартале 2014 года цена на золото не поднималась выше 1255 долларов за унцию. Аналогичным образом ведет себя и цена на серебро. С начала нового года этот металл подорожал почти на 11% всего за две рабочие недели. Будьте в центре мировых экономических событий и принимайте верные решения. С вами был аналитик финансовых рынков группы компании Forex Club Борис Аблынин. А на сегодня это все. В студии для вас работала Катерина Гришинская. Ну а если у вас есть свои новости, звоните нам по телефону 555-085. Всего вам доброго и увидимся в городе.